И вообще, да, я полностью согласен с тем, что дети не должны вести себя по-хамски по отношению к учителям, потому что они, во-первых, старше, во-вторых, это преподаватели, которых нужно уважать, ценить, потому что они нам дают, ну не нам, а детям, те самые знания, которые помогут им в дальнейшем жизни. Поэтому я думаю, что есть в этом рациональное зерно. Мне кажется, что правильно делаю. Я же советский человек. Мы еще в советской закалке. У нас там с этим делом было строго. Это должно тогда действовать и в обратном порядке тоже. Если учитель ругается на ребенка, значит, его тоже надо штрафовать. Тогда все честно будет, да? У меня мама в школе работает. И получается, не все себя там ведут корректно. Считаю, что это должно работать в обе стороны. Должно быть все целесообразно. И если у нас учителя должны соблюдать какие-то меры, то и дети тоже. К старшим нужно относиться с уважением и пониманием. Так что я считаю, что это обоснованно. То есть я согласна с этим мнением. На мой взгляд, учителей оскорблять, конечно, нельзя, но поставить на учет, но без штрафов каких-либо, без серьезных таких наказаний. Для большинства семей в Российской Федерации, ну, неприподъемная сумма. Особенно для тех, кто живут в съемных квартирах или приезжие. Ну, у меня два школьника. К счастью, точнее, я не сталкивалась с этим. Учителей надо защищать. Я думаю, сейчас они очень много усилий прилагают. Поэтому, мне кажется, много. Что такие штрафы. Может быть, каким-то другим образом это все сделать. Я думаю, что это слишком. Потому что за оскорбление только. Не, ну, конечно, там это лучше просто ввести какой-нибудь дисциплина, наверное, взыскание, а не такое типа по деньгам, чтобы рассчитывало. За оскорбление учителя в первую очередь нужно наказывать. Сначала школьников, а потом по ситуации. Учитель – это власть. И это система. Нельзя противоборствовать системе и власти. И плюс, если младшее поколение не уважает старшее, то мы далеко не уедем.